Акция «Студенческий десант» в преддверии Татьяниного дня проходит по всей России. В Ленинском округе традиционно к участию приглашают учащихся колледжа в Москве. На этот раз ребятам предложили ознакомиться с историей создания Министерства внутренних дел. Данная акция показывает важность работы полицейского для обеспечения безопасности в обществе. Также повышает статус полицейского в нашей стране. Студенты второго курса посетили музей полиции Московской области, который уже почти 50 лет находится на территории Центра профессиональной подготовки имени Тинькова, что в Расторгуевской части города Видное. В настоящее время им заведует один из бывших начальников центра, полковник в отставке Александр Козлов. Он провел для ребят экскурсию и ознакомил с экспозициями. Все экспозиции, которые здесь изложены, они показывают о трудовой деятельности наших сотрудников, ветеранов. Очень большую лепту вносит воспитание молодежи, это наши ветераны, которые своим богатым трудовым опытом передают знания, как сотрудникам, так и молодому поколению. Среди них председатель Совета ветеранов ОМВД Ленинского округа Алексей Чучев. В его ведении небольшая историческая экспозиция, которая находится в Видном. Патриотическому воспитанию молодежи Совет отдает почти все свое время. Наш девиз ветеранской организации мы помним, ценим и любим нашу историю. И вот сегодняшние мероприятия, которые посетили слушатели, мы надеемся, что это пойдет им на пользу, и они будут достойными защитниками нашего Отечества. И дай Бог, чтобы они служили в нашей системе ОМВД. В музее полиции 8 залов. История от создания Министерства внутренних дел до сегодняшних дней, эксклюзивные экспонаты времен Великой Отечественной войны, конфискованное оружие разных лет, примеры формы сотрудников за все годы существования ОМВД. Все это произвело на молодежь большое впечатление. Мне очень понравилось все, все очень классно, все рассказывали подробно. Очень красиво, все привлекает внимание. Хочу сама работать в органах, потому что хочу помогать людям. В завершении экскурсии студентам показали документальный фильм об истории Центра профессиональной подготовки имени майора полиции Валерия Тинькова. По сей день в рядах сотрудников обучающего учреждения родственники Героя России. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видно этого.